Цирк В цирке люди делают сложнейшие трюки, летают под куполом, жонглируют десятками предметов, а еще стоят на руках. И этому я утверждаю, очень сложно и трудно научиться. И трудно это не потому, что от бесконечных тренировок у вас будут болеть плечи, опухать кисти рук и наливаться кровью в глаза. Все это, конечно, забывается. Но не забывается лишь одно. Но, когда ты стоишь на двух руках и медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шаг. Кремит барабан, рассыпается сухая кровь между тремя головами меча с выпукой шамплера. Не урони! Эти три деревяшки вылетают из-за спины, выскакивают из-под ладони. И вот они у головы, и вот у самой земли, и то, что крутится, и будто замирает в воздухе. Не урони! Как однажды уронил свое счастье. Эти три деревяшки забрали у тебя все. А что дали взамен? Но об этом потом. Сейчас твои ладони в кровавых трещинах. И беспощадные прожектора бьют, да слез бьют по глазам. Не урони! Ты жанглёк! Сплети! Еще одно невероятное кружево! Выдумай! Еще одну прекрасную линию, которая мелькнет и исчезнет. Потом, когда кончится дробь барабана и подойдет к концу жизни, Тебе скажем, то, что ты был несчастен в жизни, Потому что ты всегда работал, И ни на что другое у тебя не оставалось времени. Но ты делал невозможное, Человек, чьи ладони в кровавых трещинах. Разве это несчастье? Ночью идёт мелкий дождь, Капли дождя видны, когда попадают под свет фонарей. И кажется, что фонари плачут. О чём? Фонари плачут дождливой ночью только о том, Что не удалось людям, Потому что сами они просто фонари, И своей печали у них нет. И от того, что не удалось людям Этой ночью вдоль улицы, Плачут в манаре. Ты только не бойся, Ты ничего не бойся, у тебя два сердца. Одно из них дала тебе твоя мать, Которую четырнадцать лет назад смогла полюбить, А второе сердце дам тебе я. Дощи моё в груди шальное сердце, И ничего не бойся. А за меня не беспокойся, Мне легко и прекрасно идти по этой земле. Я распилась. Меня Положили в холодную палату. Оттуда не выходят. Оттуда вывозят на лифте. А я Хотела уйти По лестнице Сама. Я пыталась вспомнить, Ради чего стоит жить. Ради солнца, Но оно есть у всех. Ради весны, Ради первомайской грозы. Ко мне пришли друзья Цирковые. Как они смотрели на меня. Но я, Я выжила. Мама Бежалась к моей щеге. И я поняла. И солнце, И весну, И первомайскую грозу. Важно. Важно только, Чтобы Мама И друзья Были Рядом. Я могу рассказать, И даже показать, Как это делается. Потому что я бывал в стране ФАНТАЗИЯ! Возьмем Зачок. Раз, Два, Два, Три. Повернем его. Это метла. Еще раз. Это гитара. Повернем его. Это ружье. Штык. Копье. Хоккейная плюшка. Плакат болельщика, который поддерживает свою любимую команду Восточная труба, созывающая гостей на праздник А потом снова метла, который пожилой человек Мечтавший быть хоккейной звездой, подметает трибуну стадиона Вот что такое страна фантазия Главное, чтобы не было скучно Главное, чтобы не было скучно По утрам в большом осеннем парке Я встречала человека, который подстригал болтаны У него были большие мокрые ножницы И деревянная расческа Он ходил вдоль фонтанов, которых было в парке много И подстригал ножницами водяные струи Но вода капризна Она оставалась на том же уровне А самое удивительное Что на лице этого человека Не было раздражения Скорее Наоборот Однажды, когда он закончил свою работу Я спросила его Почему он выбрал такую странную профессию Он подумал И прищурив глаза Сказал Многим людям нравится все посрегать Подравнивать А ведь это так скучно Ну кому из вас нравятся одинаково посреженные деревья Я считаю Что моя профессия Нужна для того, чтобы люди поняли Что нельзя На свете можно скрыть А тем более подо дно к ребенку До новых встреч Друзья Вот как Он Ходил вдоль фонтанов, которых было в парке Но Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому